Галина Евгеньевна и Олег Валерьянович совсем недавно отметили золотую свадьбу. Есть такое чувство – любовь, уважение, верность. Вот, наверное, это и играет свою роль. Мама при этом тоже себя посвятила дому, так же, как и отец. То есть они такие вот создатели очага оба. В северную столицу Олег Басилашвили перебрался 54 года назад. Для коренного москвича теперь и этот город стал самым родным на земле. Кстати, когда Олег Валерьянович был народным депутатом, он очень рьяно выступал за то, чтобы городу наконец-то вернули его красивое имя. Власти Басилашвили послушали, и в начале 90-х Ленинград снова стал Санкт-Петербургом. В легендарном киноромане она была его некрасивой начальницей. А в жизни они друзья. Служат в одном театре, и даже их портреты в фойе висят рядом. Как и ее Людмила Прокофьевна, актриса Френдлих также строга и сдержана. Но признается, что до сих пор иногда теряется перед Олегом Валерьяновичем. Он знает тьму стихов и перед спектаклом разогревает нас тем, что все время звучат какие-то поэтические цитаты. Чем могу служить? Дело не отлагательное, но я никак не знаю. Как Басилашвили читает наизусть не только стихи, а целые пьесы однажды видел Евгений Миронов. На съемках фильма «Идиот» как-то случился тихий час. Вдруг я слышу, что мне мешает спать, кто-то бубни, бубни. Не могу, не могу, не могу найти. Я тебя убил бы, по башке бы сейчас дал бы сковородкой. И вижу картину. Сидит Чурикова в Басилашвили. Инна, поверь мне, хочешь, отец, сыграй кусок? Актера Басилашвили Миронов для себя открыл после осеннего марафона. Теперь этот фильм у Евгения один из любимых. А, Бузыкин, да. Правильно, Бузыкин. Волчин. Бузыкин! Бузыкин? Не удивляйся, я догадалась, где ты. Вдруг увидела, значит, поздравительную телеграмму с фамилией Бузыкин. Я очень смеялась. Олег очень трогательно меня поздравлял и подписался твой Бузыкин. В фильме «Осенний марафон» герой Басилашвили Бузыкин всю дорогу бегал. Иногда по утрам с профессором издания для здоровья. Но чаще от жены к любовнице. И обратно. Вот здание, куда ходил на работу Бузыкин Андрей Павлович. Кстати, здесь на самом деле Санкт-Петербургский государственный университет. Ну, все как в фильме. Кино снимали 30 лет назад, но вот крылечко, крыша и вход в университет, и даже часы остались прежними. И, кстати, кажется, красили это здание последний раз именно перед съемками. А вот здесь Бузыкин ловил поливалку. Денег у героя не было на такси. А еще поливалка, это смешно! Снимали ведь комедию! Подождите меня! Довезите! Там и вправду где-то смешно. Андрей, я алкач? Алкач, алкач. А где-то смешно очень. Хорошо сидим. Но, несмотря на смешное, это кино сразу же назовут первым советским фильмом мужских ужасов. А про Басилашвили скажут, Бузыкин – его лучшая кинороль. Ну, сыграл Бузыкина и многое другое я сыграл. Но мне все время кажется, что до конца я свой потенциал не рассказал. Не было такой роли. А для нее он не Бузыкин, а дорогой Юра, герой ее служебного романа. На встречу со старым знакомым она решилась сразу, как только узнала. В Москву он на день приехал с гастролями. Ты состоишь только из одних достоинств. Эту тему я разовью в своем следующем письме. Безответно влюбленная Оленька с авоськами была готова караулить любимого часами. В жизни же актеры Немаляевой и Басилашвили встречаются редко. Мне кажется, это просто основательный мужчина очень. Основательный. К нему так на казе не подъедешь, с ним надо обо всем договориться. Ну и подъехала на джипе, а по дороге вспомнила фароль, что надо говорить при встрече. Когда мы с чем-то, мне говорят, ну что муж так отдыхает. Я говорю, отдыхай. Он сейчас там отдыхает. Из-за московских пробок она успела лишь к концу спектакля. И ждать его решила у гримерки. Уж год не видела. Сейчас я сама разволнуюсь. Уже и актер Равикович с комплиментом подошел. Потом и Хазанов с шуткой. Я пришла на встречу с Олегом Валерьяновичем. Ты можешь себе представить? Он идет. Он идет? Это мы его так долго там задержали. Он бежит. А Олег Валерьянович к Светлане Владимировне все не шел. Ты про меня спрашиваешь. Я буду слышать, где она, где она. Я на поезд бегу. Беги, беги. На тебе цветочки, мой дорогой. Я тебе. Это я тебе даю? Ну я же в тебя влюблена в фильме, а не ты в меня. Ну ты совсем не изменилась. Мне кажется, что ты тоже. Да, потому что я все время дыхаю. Дыхаю. Все, я побежал. Беги, беги. Эту минутную встречу на бегу вдруг прервал телефонный звонок. А, внучка. Сколько лет внучке? 20. А мои годы 4 месяца скоро. Ладно, я побежал. Спасибо, что пришло. Пока. Успех. До встречи. Пока. Пока, Светочка, извини, но надо бежать. Беги, беги, дорогой, беги. Она ничего не хотела у него спрашивать. Все знает. И про жену, и про дочек, и внучку. Просто увидеть, что жив, здоров, работает. В фильме любовь у них не сложилась. Зато в жизни дружат. Ну, когда есть время. Сашенька, ну я закончила все, я еду домой, милая. С мужем, Александром Лазаревым, Светлана Немоляева весь день созванивается. И на работе, на сцене они всегда вместе. И это ее единственный роман в жизни. Служебный, счастливый. После спектакля он еще долго будет сидеть и курить. Человек, которого сотни людей считают своим кумиром, думает о том, что в его жизни, кроме семьи, больше ничего нет ценного. А вот любовь народная, вот это все. Я как-то ее особо не ощущаю. Ну, я не знаю, в чем она должна выражаться. Ну, вы же бог, понимаете, для многих. Ну, я имею в виду, это же вот, ну, как-то, все ваши милии. Я себя богом не ощущаю ни в коей мере. У меня зарплата 12 тысяч. Я говорю, я бог. С грустью в глазах он снова поедет домой. Уже много лет актер мечтает о большой роли. Он очень хочет сыграть роль Сталина. Сталинистов только не знает, сколько знает отец. Олег Басилашвили сыграл десятки ролей в кино и театре, но утверждает, что серьезной роли в его жизни пока так и не было.